Сегодня, как мы с вами и договаривались, мы рассмотрим новый план действий по экономике или план действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в Российской Федерации в 2016 году. Документ готовили, не могу сказать, что продолжительное время, но, в общем, полноценно. Сегодня мы выходим на финальную стадию, считаю такую тщательную проработку плана. В целом необходимый, тем более сегодня, когда столь переменчивые условия в экономике, бюджетная система, реальный сектор испытывают сегодня перегрузки из-за низких цен на нефть, из-за санкций. Поэтому и предложений для включения в план было много, но, конечно, в окончательный вариант вошли далеко не все. Для эффективной работы необходим документ емкий и по оперативным мерам предельно конкретный, тщательно просчитанный по каждой позиции, исходя из тех ресурсов, которыми мы сегодня реально располагаем. Чтобы его выполнение, как и расходование выделенных средств, можно было бы легко проконтролировать и оценить, какую реальную отдачу принесли те или иные решения. То, что те или иные мероприятия вошли в план и под них найдено финансирование, это также не повод расслабляться. По понятным причинам финансирования всегда много не бывает, а нам необходимо проводить взвешенную бюджетную политику. Поэтому план сформирован таким образом, чтобы, конечно, не брать на себя тех обязательств, которые мы в этом году потянуть не сможем. Теперь несколько принципиальных моментов. Во-первых, экономика постепенно, хотя и с определенными издержками, адаптируется к новым внешнеэкономическим условиям. Нам сейчас нужно адресно поддержать отрасли и сектора с высоким потенциалом роста. Это автопром, легкая промышленность, транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, жилищное строительство и сельское хозяйство. Они быстрее других приспособились к изменившейся ситуации. Принятые меры поддержки, как показали итоги прошлого года, дают здесь неплохую отдачу. Ряд мер я уже озвучил. Они, по сути, приняты, действуют. По ним подписаны нормативные документы во время посещения промышленных предприятий в Твери, в Санкт-Петербурге и в Тольятти. Назову, тем не менее, основные цифры. На реализацию программы поддержки автомобильной промышленности в этом году выделяется почти 140 миллиардов рублей. Сельхозмашиностроение до 10,5 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма выделена для предприятий транспортного машиностроения. Мы также продолжаем поддержку сельского хозяйства. Будем стимулировать импортозамещение в других отраслях. Для этого проводится декапитализация фонда развития промышленности. Хочу подчеркнуть, что наши действия в рамках плана должны быть выстроены в единой логике. Логика эта достаточно простая. Конечно, нам нужны меры оперативного реагирования, быстрые меры. Но не только. Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке показывает, насколько необходима современная структура экономики. Ну и необходим устойчивый экономический рост с опорой не только на экспорт сырья, а прежде всего на производство и экспорт продукции качественной, конкурентоспособной. Мероприятия плана должны быть связаны в общую систему. В конечном счете они будут стимулировать структурные изменения. К примеру, как я уже сказал, целенаправленно мы поддерживаем отдельные отрасли. Для них выделяются денежные средства, облегчаются условия ведения бизнеса. Эти меры должны дополняться тарифной политикой, финансовой и организационной поддержкой промышленного экспорта. Второе. Необходимо сделать максимум возможного, чтобы смягчить негативные последствия кризиса для людей, для граждан нашей страны. Удержать ситуацию с занятостью, замедлить по возможности, конечно, рост цен. Помочь тем, кто по объективным причинам находится в наиболее уязвимом положении. Это пенсионеры, инвалиды, семьи с низкими доходами. И, конечно, несмотря на крайне напряженный бюджет, мы в полном объеме должны будем исполнить социальные обязательства. Это абсолютно точно. Напомню, что в этом году мы также провели индексацию пенсий. Решение о дополнительной индексации примем, как и договаривались, с учетом работы в первом квартале текущего года. Выполнение социальных обязательств, как всеми понимается, во многом зависит от региональных бюджетов. Чтобы сбалансировать региональные финансы, снизить уровень долговой нагрузки, мы продолжим выделять бюджетные кредиты. В этом году в федеральном бюджете на эти цели также заложено 310 миллиардов рублей. Будем помогать регионам сохранить относительно невысокий уровень безработицы. Для этого первоначально выделяются около 3 миллиардов рублей. Это целевую поддержку моногородов, где ситуация с занятостью наиболее сложная, более 7 миллиардов рублей. Ну и в случае необходимости эта поддержка может быть увеличена. Возобновим постоянный мониторинг финансово-экономического положения системообразующих предприятий, чтобы своевременно выявлять возможные риски и оперативно на них реагировать. Как и в прошлом году, направим средства для лекарственного обеспечения нуждающимся, а также для обеспечения медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации для инвалидов. Запустили программу строительства новых школ. Продолжим софинансировать летний отдых и оздоровление детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Но, конечно, социальная поддержка должна стать более адресной, а стало быть, более эффективной. Деньги должен получать именно тот, кто в них реально нуждается. Для этого нужно, наконец, навести в этой сфере порядок, проработать критерии определения нуждаемости. Такая работа планом предусмотрена. Третье, о чем хотел бы сказать, большая часть плана, две трети пунктов плана, это так называемый системный блок, это структурные меры, законодательные решения, которые направлены на обеспечение устойчивого экономического роста и рассчитаны не только на текущий год, но и на среднесрочную перспективу. От того, насколько грамотно удастся их реализовать, во многом зависит и развитие экономики, и самочувствие наших граждан. Прежде всего, речь пойдет о создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, инновационных компаний, в частности еще на пять лет, до 2020 года, мы продлеваем действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, также будем стимулировать более активное участие небольших предприятий в государственных закупках, и в закупках государственных компаний увеличивается их доля до 15% по прямым контрактам. Предусмотрен комплекс мер по сокращению издержек. В первую очередь они касаются инфраструктурных монополий, которые в силу своего исключительного положения стараются зачастую переложить затраты на потребителей. В течение года будет подготовлен ряд решений, которые позволят снизить эту нагрузку. В прошлом году мы целым рядом вопросов занимались. Это касается и льгот на проезд в пригородных электричках и ряд других. Продолжим субсидировать перевозки по региональным авиамаршрутам, там, где авиация является единственным круглогодичным видом транспорта, а также перевозки, связанные с развитием внутреннего туризма. И, конечно, будем работать над улучшением инвестиционного климата, снижением административной нагрузки. Здесь предусмотрено реформирование системы государственного контроля. По этим параметрам необходимо еще провести дополнительные консультации. Четвертое, о чем хотел бы сказать. План предусматривает большую законотворческую работу. Законопроекты нужно готовить оперативно, чтобы максимальное число их принять прямо сейчас, в весеннюю сессию. Конечно, многое зависит от коллег наших в Государственной Думе, в Совете Федерации. Поэтому эту работу по линии правительства нужно провести максимально четко в кооперации с нашими коллегами по другим органам власти. Прошу всех членов правительства взять это на контроль, но и аппараты, естественно, тоже правительства. Несколько подробнее по мероприятиям плана доложит министр экономического развития. Есть еще ряд предложений. В проекте протокольного решения также предполагается некоторая доработка отдельных положений. Мы специально для этого резервируем еще практически неделю для того, чтобы все позиции привести в соответствие с внутренней логикой этого документа. Мы рассмотрим ряд законопроектов. Также сегодня распределим субсидии. В частности, по одному из законопроектов продлевается возможность приватизации жилья еще на год до 1 марта 2017 года. Напомню, мы подробно говорили об этом на форуме с участием первичных организаций «Единой России». Там были сделаны определенные предложения. Также, кстати, как я хотел бы отметить, что мы на год продлеваем эту систему приватизации и договорились о том, что окончательно определимся, как действовать дальше по этому вопросу на будущее, чтобы каждый раз, каждый год к нему не возвращаться. Еще один законопроект поможет получать людям самую свежую информацию о задолженностях по штрафам, по налогам, исключить двойные оплаты, необоснованное применение мер за неуплату налогов. Мы знаем о случаях, когда человек задолженности не имеет, но при прохождении того же паспортного контроля в аэропорту при выезде выясняется, что эта информация никуда не дошла. Поэтому подготовлен законопроект, по которому банки, другие организации будут обязаны незамедлительно передавать в информационную систему государственную по платежам сведения об уплате задолженности. И они должны будут в автоматическом режиме поступать в информационную систему Федеральной службы судебных приставов, чтобы сразу же эта задолженность считалась снятой или погашенной. Кроме того, мы продолжаем распределять субсидии. Почти 3,5 миллиарда рублей, даже чуть больше, будет выделено регионам для выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Рассмотрим меры поддержки аграрного сектора, распределим тут 5 субсидий. Более 7,2 миллиарда выделяется на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства и на переработку продукции растениеводства. 2,5 миллиарда пойдет на возмещение процентной ставки по кредитам на развитие животноводства, на переработку и реализацию продукции животноводства. Около 2 миллиардов также мы выделяем на возмещение ставки по кредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров. Еще почти 1,4 млрд распределяется на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие молочного животноводства. Также село получит 2,4 млрд на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, которые берут малые формы хозяйствования.